Меня попросили сегодня и завтра дать общий обзор темы здоровых отношений с духовным учителем. Разумеется, эта тема очень обширная и в то же время очень важная. Как говорится во всех текстах, правильное и здоровое отношение с духовным учителем, в данном случае мы не говорим о нездоровых видах отношений. Правильное и здоровое отношение с духовным учителем – это корень пути. И в этом утверждении нам нужно понять два термина – корень и путь. Под путем подразумевается не дорожка, по которой мы идем. А состояние ума, виды постижения или реализации, которые выступят в качестве пути и приведут нас к достижению благого перерождения, освобождения и просветления. Как это описывается в Ламриме. Когда мы говорим о корне, мы не подразумеваем семя. Если вы выращиваете растения, то сначала у вас есть семя, оно присутствует первым. С точки зрения времени, оно первое. Но мы здесь говорим не о временном контексте, когда мы говорим о корне. Речь не о том, что сначала возникает корень, а из него вырастает растение. Не так ли? Но если вы рассматриваете какое-то растение, то сначала видите корень, а затем уже стебель и все остальное. То есть корень – это основа всего растения. Какова же цель существования корня? Корень придает растению устойчивость, и с помощью корня растение питается. И благодаря здоровым отношениям с духовным учителем мы получаем вдохновение. Иногда этот термин переводится как благословение, но тогда с ним приходят оттенки смысла, которые относятся к совершенно другой системе убеждений, в данном случае для нас неактуальны. Питание, устойчивость и силу для продвижения и развития этих реализаций мы обретаем благодаря отношениям с духовным учителем. В классических объяснениях этапов Ламрима тема отношений с духовным учителем обычно идет в начале. Это не во всех текстах именно так, но в большинстве из них тема отношений с учителем первая. Почему? Необходимо рассмотреть контекст. Контекст таков. Эти учения по этапам Ламрима давались большими мастерами собранию монахов и монахинь. Это были люди, которые уже давно шли по пути Дхармы. Вероятнее всего они собрались, чтобы получить тантрическое посвящение. И чтобы предварить посвящение, учитель разбирает базовую последовательность этапов Ламрима, этапов пути. И люди, собравшиеся, уже имеют духовных учителей. Это не полные новички. И учитель Ламм Цанкапа в первую очередь подчеркнет основу того, что монахи и монахини уже имеют. Отношение с духовным учителем. Но это не означает, что новички, приходящие в Дхарму, должны с самого начала установить отношения с духовным учителем просто потому, что этот этап идет первым в текстах. Разумеется, этого не подразумевается. Именно поэтому Его Святейшество Далай-Лама всегда подчеркивает, что когда учения по Ламриму даются западным людям, новичкам на пути, тема отношений с духовным учителем должна преподаваться не в начале, а в конце. Потому что если на слишком раннем этапе сделать слишком большой упор на теме отношений с духовным учителем, может возникнуть значительное непонимание и множество заблуждений. У каждого учения есть свое особое время, место, этап, когда его нужно представить ученикам. Говоря об отношениях с духовным учителем, мы, как и при обсуждении медитации на пустотность, можем говорить о трех сферах. Существует учитель, существует ученик и существует взаимодействие между ними. Разумеется, при этом мы не пытаемся упростить представление школы Ньяя, одной из школ индийской философии. В которой эти три сферы описывались бы как независимо существующие блоки. Есть некий реально существующий учитель, независимо существующий ученик, а между ними как бы протянута такая палка, которая и представляет их отношения. В контексте этого можно также спросить, как кто-то другой относится к этому контексту отношений. Такое описание присутствует даже в семейных парах. Но мы не говорим о трех независимо существующих самосущих единицах – гуру, ученик и отношения между ними. А рассматриваем ситуацию в целом. Вся она возникает на основе взаимозависимого происхождения. Это означает, что она возникает и развивается в полной зависимости от квалификации и поведения учителя, квалификации и поведения ученика и того, как они взаимодействуют. Так что это очень динамичная ситуация, а не три нерушимых блока, которые соединены между собой палками. И хотя это может показаться глупым упрощением, это на самом деле достаточно глубокое описание того, как мы представляем своего учителя себя как ученика и наши отношения. Нужно понять, что есть множество уровней учителей, множество уровней духовных учеников, последователей. и множество видов отношений между этими двумя категориями, которые подразумевают разные уровни квалификации для разных уровней. способ нашего взаимодействия зависит от тех обстоятельств, в которых мы находимся, времени и места, в которых мы живем. Объясняется, что есть большая разница между собой в монастыре, живем в доме вашего учителя, и кто-то в Восточном, кто только видит учителя несколько раз в их жизни, когда они сидят в объеме 100 000 людей. Разумеется, одно дело быть учеником в монастыре, учеником, который живет в доме собственного учителя, а совсем другое дело быть учеником на Западе, который видит учителя всего несколько раз в жизни, и при этом сидит в толпе 100 000 человек. Это разные вещи, не так ли? Кроме того, одно дело вступить в отношения с учителем, когда нам 8 лет, а другое дело, когда мы взрослый образованный человек, у которого есть семья. Поэтому важно помнить, что все эти параметры, присутствующие в наших отношениях с учителем, не фиксированы, они могут меняться, поэтому не нужно принимать фундаменталистский подход и говорить, что вот здесь в тексте так написано, и именно так оно должно быть. В текстах описываются, разумеется, некие руководящие принципы, факторы, которые влияют на отношения, но мы должны адаптировать их к ситуации, и тогда эти принципы будут работать. В определенной структуре должна сохраняться гибкость. Именно таков азиатский подход к творчеству. Мы творчески адаптируем определенную структуру к среде. Можно вспомнить о буддийском искусстве, о буддийской архитектуре, творческий компонент присутствует в том, как эти общие структуры были вписаны в конкретную среду. Как я объясняю в написанной мной книге «Опоры на духовного учителя», можно выделить разные уровни учителей, и разные уровни учеников или последователей. Мне не нужно давать слишком много подробностей. Все это вы можете прочесть в книге, которая, помимо прочего, опубликована на моем сайте на русском языке. Но, если кратко, существуют так называемые профессора буддизма, те, кто передает нам определенную информацию. Это очень важно для того, чтобы начать продвижение по духовному пути. Нам нужно обладать некой информацией об этом пути. И это различающее осознавание возникает благодаря слушанию или чтению. Разумеется, учителю, чтобы быть настоящим профессором буддизма, нам нужно понимать, о чем он говорит, и быть достоверным источником информации. И нам, как ученику такого профессора, нужно иметь открытый ум, интерес, и использовать наш общий смысл, дискриминарную осознавание, чтобы понять, что это не имеет смысла, что это не имеет смысла, не просто написать что-то вниз, но пытаться подумать об этом. И использовать свой здравый смысл, свое различающее осознавание, для того, чтобы понять, есть ли в этом хоть какой-то смысл. Не просто бездумно записывать, а пытаться понять. Это три качества ученика, которые упоминал великий индийский мастер Ариадева. И это равноприменимо к любому уровню духовного последователя, духовного ученика. Дарья, следует уровень, который я называю инструкторами Дхармы. Это учителя, которые на основе собственного опыта объясняют нам, как применять учения в жизни. Разумеется, со стороны ученика при этом подразумевается другой уровень интереса. Мы не просто получаем информацию, но, может быть, мы можем быть учителем в школе и также перейти информацию к другим. Мы не просто получаем информацию, как если бы мы были школьным учителем, которому нужно эту информацию передать кому-то. как если бы мы были антропологом или социологом, который просто собирает информацию и затем кому-то ее передает. Нам интересно, каково было бы действительно мыслить таким образом, переживать все те состояния ума, которые описываются в буддизме. А учителя есть определенный опыт, практический опыт, не просто правильная информация. Разумеется, гораздо эффективнее, если учитель говорит на основе собственного опыта, а не просто теоретически. И, разумеется, одно из качеств, которым должен обладать учитель, это честность. Учитель не пытается приписать себе те реализации, которыми не обладает, а, с другой стороны, не скрывает своих недостатков. Это очень важно для развития доверия. В отношениях с духовным учителем очень важно учителю доверять, верить в то, что он нам говорит истинно. Есть термин, который на английский переводится как преданность. Не уверен в оттенках смысла этого термина на русском языке, но в английском он действительно способен ввести в заблуждение. Преданность может подразумевать слепое вверение себя кому-то. И, разумеется, здесь речь идет не об этом. Какая коннотация русского языка? Девоция в таком стиле, в таком стиле, в таком стиле, в таком стиле, в таком стиле. Так, то есть, в таком стиле, как английский, в таком стиле. В русском здесь, в общем-то, те же оттенки смысла, почитание кого-то. Но помните, что в тибетском тот же термин применяется при описании отношений с врачом. И нужно помнить, что в текстах как раз говорится, что оптимальный вид взаимоотношений с духовным учителем подразумевает, что мы считаем учителя врачом, себя пациентом, дхарму лекарством, арию осанку сиделками и так далее. Это классическая метафора. Мы, безусловно, не поклоняемся своему доктору, не так ли? Вместо этого мы проверяем своего врача, убеждаемся в том, что он обладает квалификацией, а затем доверяем его суждениям, верим в то, что он назначит нам правильное лечение. И вверяем себя учителю. Не уверен, что в русском понятия доверие и вверять являются однокоренными. Здесь Two words для the same group, wonderful. This is the meaning of this term, to rely on the spiritual teacher. It doesn't mean to worship the teacher, it means to evaluate the teacher in many, many different ways. Evaluated our own ability to enter into the relation with the teacher, И именно это подразумевается под термином вверения. Речь не идет о почитании учителя. Мы проверяем его со множества точек зрения, проверяем свою собственную способность следовать за учителем и, наконец, вверяем себя неким здоровым образом. Это в равной степени может касаться профессора буддизма, готов ли я получать информацию от этого человека и конструктору дхармы. Далее идет уровень, который я называю тренерами медитации и ритуалов, тренерами подобных тем, которые работают в фитнес-клубах. Это человек, который показывает вам, как правильно сесть, как подготовить алтарь, как выполнять различные ритуалы. И если ваша поза не совсем правильная, то он ее поправит. Это очень полезно. Нам всем нужен такой уровень учителей. А далее следует уровень, который можно перевести как «духовные наставники». Под этим наставником или ментором подразумевается человек, который буквально направляет вас по пути. направляет вас в вашем духовном продвижении, хотя термин «духовный» в данном случае ужасный, его практически невозможно четко определить. В очень простой способе объяснить, что мы имеем в виду духовного развития в буддистском контексте. Мы говорим не о становлении «духовными наставниками», но обновляет больше и больше позитивных, хороших качеств, и негативностей. Если попытаться очень просто описать понятие духовного пути в буддизме, речь не идет о том, чтобы стать святым. Мы говорим о все большем развитии своих благих качеств и устранении качеств неблагих. И для этого есть много квалификаций для духовного ментора. Но что подразумевает все квалификации, что они имеют определенный уровень стабильного реализации. Конечно, мы должны определить, что это означает. У духовного наставника должна быть особая квалификация, но в основе всех качеств, которыми он должен обладать, лежит некий уровень реализации. Однако здесь нужно определить этот термин. И что это означает, что они, в реальности, через учебы, трансфорные себя, чтобы они были улучшены, в то есть, в какой-то стабильности, в качестве качества, что описаны в дарма, и в какой-то стабильности, в качестве качества, которые должны быть улучшены. Это означает, что с помощью учения они смогли преобразовать сами себя, то есть, в какой-то степени взрастили благие качества, которые описываются в учениях дхармы, а с другой стороны, устранили какое-то количество неблагих качеств. получилось несколько потрясения, Поэтому не лишь добавить о чешене. Поистичневый действительность – это, опять же, не census überhaupt beaucoup, и они не списка отfol New York. Это не cela. Это будет только так. Конечно же это. keyboards, но это будет только так. То есть, когда мы говорим о пустотности, подразумеваем понимание пустотности, хотя понимание, опять же, не очень удачный термин. Что вообще значит понимать? Мы говорим не только о том, что учитель четко представляет, что такое пустотность и способен ясно нам это объяснить. Это необходимо для того, чтобы передавать правильную информацию о пустотности, либо к хичите. Также не подразумеваются технические детали медитации на этих темах. Духовные наставники должны были в самих себе осуществить необходимые преобразования. Можно сказать, они должны были впитать или интегрировать в свою жизнь эти учения для того, чтобы те произвели необходимый результат. Дхармакирти часто говорит об этом как о критерии существования, обозначения явлений. Они должны производить некий результат. Разумеется, здесь... Главное, что нам необходимо от духовного учителя, это вдохновение. Нам нужна не только достоверная информация, говорим ли мы о живом человеке... Нам нужна и достоверная информация, говорим ли мы о живом человеке или о таком источнике, как интернет. И, кроме того, нам нужно, чтобы кто-то нам показывал, как что-то выполнять, например, как ходить. И вдохновение мы можем получать на разных уровнях от разных уровней духовных учителей. Мы получаем вдохновение не только от духовных наставников. Помните, когда мы говорим о духовном отношении с духовным учителем, они определяются тем, на каком уровне находится духовный учитель, на каком уровне находится духовный ученик, како форматы взаимодействия и так далее. Услышав понятную лекцию от живого человека, вы также вдохновляетесь, говорите себе «О, круто!» Но это не тот уровень вдохновения, который мы получаем, когда читаем книгу или читаем о чем-то в интернете. Если у вас есть личный тренер по медитации, как личный тренер в фитнес-клубе, то вы испытываете гораздо больше вдохновения, чем если бы вам эти железки приходилось тягать самому. Он стоит и подталкивает вас, кричит вам «Давай, давай, ты сможешь еще!» И если кто-то рассказывает вам о собственном опыте преодоления препятствий на пути дхармы, это также вдохновляет, ведь это личный опыт. Однако, когда вы встречаете кого-то, кто по-настоящему преобразил себя и воплощает эти качества, например, его святейшество Далай-Ламу, то это совершенно другой уровень вдохновения. Вы думаете, ого, это на самом деле возможно? Мы со своей стороны должны быть открыты, должны быть открыты как ученик. Есть разные метафоры, связанные с описанием разных видов сосудов, например, перевернутый сосуд, в который ничего нельзя налить, дырявый сосуд, который ничего не удерживает, или грязный сосуд, сосуд полный предубеждений. И у нас должен быть здравый смысл, развлечение. Что под этим подразумевается? Посмотрите на определение. Буддизм полон определений различных понятий. Существует умственный фактор, который называется «различение». Иногда его переводят как «узнавание», но здесь речь идет о том, что мы различаем что-то. Отличаем позитивные качества от качества негативных. Отличаем точное от неточного. А различающее осознавание привносит в это уверенность. Поэтому в отношениях мы, например, спрашиваем, обладает ли учитель этими качествами или нет. И если он ими обладает, то они должны проявляться в его поведении. Вы получаете какую-то долю информации и проверяете ее, соответствует ли она общему содержанию буддийских текстов. Не одной маленькой книжечке, которую мы прочли, а всему контексту текстов. Another term which is used in association with this common sense discriminating awareness. Common sense is more the connotation. Does it really make sense or not? Другой термин, который используется для обозначения этого здравого смысла или различающего осознавания – это интеллект. Когда мы говорим о здравом смысле, речь идет о том, есть ли в этом вообще смысл или нет. Но можно говорить и об интеллекте. Используйте свой интеллект. And then, interest. So what is our level of interest? Далее следует интерес. Какой уровень интереса? Are we just interested to get information? Are we interested to just hear nice stories about people? Are we interested just to know how far the water bowls should be apart from each other on an altar? Are we interested in actually transforming ourselves? Каков уровень нашего интереса? Что именно нас интересует? Мы хотим получить какую-то информацию или услышать чудесные истории о других людях? Или узнать, как далеко друг от друга следует ставить чашки с водой для подношений? Или, наконец, мы действительно хотим преобразовать сами себя? And to be at that stage where you really are sincerely interested in transforming yourself, that's not an easy state to reach. And even if you've reached that state of being interested in it, are you actually willing to do it? И дойти до стадии, на которой мы действительно хотим преобразить сами себя, не так-то просто. Но даже если вы дойдете до этой стадии, то встанет вопрос, а готовы ли вы это делать? И для этого требуется значительное мужество. И вместо того, чтобы вступать в неизведанные воды, когда мы не понимаем, что подразумевает это преобразование. Не просто читая об этом в книгах, а с историями о мастерах прошлого. Мы обретем гораздо большую уверенность, решимость, если увидим живой пример того, что подразумевает это самопреображение. Как говорил один из моих близких друзей по Дхарме. Yeah, see his holiness the Dalai Lama. I see his qualities. I mean, imagine that you have a billion people who think you're public enemy number one. And, you know, all the responsibilities and all the things that he has. And look at the way that he is. Он говорил, посмотрим на его святейшество Далай-ламу, на его качество. Миллиард человек считают, что он враг государства номер один. У него огромный груз обязанностей. Но посмотри, каков он. One person doesn't like us, we get completely depressed. Imagine having a billion people not like you. It's all in the newspapers and so on. And, yeah, my friend said, you know, that whether this holiness the Dalai Lama is a Buddha or not, it doesn't matter to me. That's irrelevant. If I could become like him, like this holiness the Dalai Lama, that would be great. And my friend said, for me, it doesn't matter if he is the Dalai Lama Buddha or not. If I could become like him, it would be great. That is a, what should we say, a very stable state of inspiration. It gives us the strength and courage that, okay, if I give up the whole old, you know, sort of messed up neurotic level of which I was and transform, I can become like this. And look at how incredible that is to become someone like this holiness the Dalai Lama. It's a very stable state of inspiration, which gives us courage and courage to think that if we are free of our neurotic habits, we can become like this. And look at how beautiful it is. So, far more inspiring than just reading stories about the Buddha or Milarepa or somebody like that. Because you have a living example, so you see how this person deals with all sorts of difficult situations. It's not just trying to figure it out from reading a book. So, the strength of inspiration, that's usually translated as blessings, but I think you start to understand a little bit more this whole idea of inspiration. It's something which is, if you look at the Sanskrit word, it means to uplift. And if we look at the connotation of the Tibetan term, it's sort of waves that give us something that brightens us. A tibetan term means to uplift us. So, it's this uplifting, this energy. It's like the root that gives us the sustenance to be able to continue on the path of making transformations in ourselves. Now, if we look at the technical divisions of the levels of spiritual mentor. And we have differentiation according to the type of vows that we take with that spiritual mentor. That's how it's usually divided. So, we have a refuge or pratimoksha vow, preceptor, the one that gives refuge, the one that gives lay or monastic vows. So, it's the one that gives us the two higher classes of tantra, the tantric vows. But regardless of which class of tantra, we receive the empowerment and transmissions and the quintessential guideline teachings. Well, there's no matter of which class of tantra we receive, we receive also from tantric vows we receive also from tantric vows we receive also from tantric vows. So, for each level of spiritual mentor there are different lists of qualifications. For each subsequent level you need more qualifications. For each subsequent level you need more qualifications. In addition to the ones in the earlier levels. For each level of spiritual purpose, which one should be applied to the other levels. For each level, they should have different levels of the same factors as well. And there are all these lists of qualifications. You can learn about them, read about them. И есть списки этих качеств, вы их можете прочесть и изучить. Самые важные – из качества нравственная дисциплина. Хороший уровень сосредоточения. Наставник должен в значительной степени усмирить свои беспокоящие эмоции. С огромным энтузиазмом подходить к передаче учений, наслаждаться этим процессом. Разумеется, у нас должно быть больше познаний, чем у нас, больше опыта. Разумеется, побуждать их на все это должно искреннее желание помочь ученику. Любовь и сострадание, а не какие-то лицемерные побуждения. И, как говорится во всех текстах, найти учителя, у которого был бы полный набор этих качеств, очень сложно. Поэтому нам нужно найти учителя, у которого есть хотя бы некоторые из этих качеств и позитивных качеств больше, чем неблагих. Самое важное – чтобы человек был нравственным. У него или не было, должна быть искренняя мотивация, желание помочь другим. Больше опыта и познаний, чем у нас, и честное отношение к этому. Очень важно, чтобы человек не был лицемером. Также есть термин «коренной гуру». Вот, снова встретили понятие «корень». Так же, как когда мы говорили о том, что отношение с духовным учителем – это корень пути, здесь коренной подразумевает, что мы извлекаем максимальное вдохновение из этих отношений. Это не обязательно должен быть наш первый учитель, или учитель, от которого мы получали больше всего учений, или учитель, с которым мы больше всего общаемся. Это тот учитель, который в наибольшей степени нас вдохновляет. Как это описывается, вдохновляет нас в начале, в середине и на последних этапах пути. Дает нам силы, чтобы продолжать продвижение. И прежде чем мы найдем человека, который способен выступать для нас в этой роли, в роли каримового гуру, нам, возможно, придется долгое время изучать различных учителей и общаться с ним. И, возможно, у вас может быть больше одного духовного наставника, у вас может быть, например, два коренных учителя. И, как объясняет его святейшество, вы можете относиться к своим учителям, как к Авалакитешваре с одиннадцатью лицами. Все эти лица гармонично сочетаются и не противоречат друг другу. Поэтому очень важно, если мы учимся у разных учителей, чтобы у них были гармоничные отношения друг с другом. Потому что если у них есть сильные противоречия, если они враждебно относятся друг к другу, то у нас может возникнуть проблема, конфликт предпочтений, конфликт преданности. Это может вызвать множество проблем. Учителя могут учить разным темам, разным стилям практики. И это допустимо. Главное, чтобы у них было взаимное уважение. В буддизме есть понятие, которое на санскрите называется «самайя», а на тибетском «дамцик». И я люблю этот термин переводить как «тесная связь», «тесные соединения между двумя людьми». Это также может быть связью между вами и определенным видом дисциплины или практики. Или с едамом, образом Будды, божеством. Но здесь я говорю о наших отношениях с духовным учителем или отношениях между двумя духовными учителями. Важно, чтобы между духовными учителями была эта тесная связь, основанная на взаимном уважении. Это важно с точки зрения отношений между учителем и учеником. Учителя должны друг с другом находиться в гармоничных отношениях. И мы сегодня говорим о терминах, точнее я говорю о терминах. Мой главный наставник Циншап-Серкон Кримпоче, также бывший наставником его святейшества Далай-Ламы, всегда подчеркивал, что санскритские и тибетские термины обладают очень глубоким смыслом. И из них нужно этот смысл выдаивать, как мы выдаиваем молоко из коровок. Какой же главный смысл термина, которым в буддизме обозначается духовный ученик? Переводится этот термин как «тот, кто хочет быть усмиренным». То есть духовный ученик открывается, чтобы духовный учитель мог его усмирить, подобно тому, как усмиряют диких зверей. Чтобы быть усмиренным и подвергнуться тренировке. Тренировка здесь не подразумевает, что нас тренируют как животное в цирке, чтобы мы могли сидеть в определенной позе и, например, выполнять ритуал. И когда мы будем хорошо выдрессированы, учитель похлопает у нас по голове, скажет «Хорошая собачка» и кинет нам собачью печеньку. Стремимся мы не к этому. Иногда мы относимся к ситуации, как собака, которая ждет, что ее похлопают по голове, а затем виляем хвостиком. Как я часто рассказываю историю о том, как меня тренировал Циншап Сиркон Кримпаче. За 9 лет я находился в непосредственной близости от него. И за все это время он дважды поблагодарил меня и ни разу не похвалил. Я выступал в качестве его секретаря, переводчика, организовывал все его поездки, выполнил огромную работу. И речь здесь о том, что я это делал не для того, чтобы он меня по голове похлопал, и я мог повилять хвостом, а для того, чтобы помочь ему приносить больше пользы другим. Этот образ собаки очень полезен. Тибетцы часто используют разные образы животных, чтобы проиллюстрировать разные виды нашего поведения. У нас осталось 10 минут, так что, возможно, у вас есть вопросы, потому что мы уже обсудили. Чтобы мы не приходили сейчас к новой теме. Когда мы говорим о качествах, которые мы должны увидеть в наставнике перед тем, как принять его, там есть такое качество, как правильная мотивация, то есть бодхичитта, отдыхов на наставник. Как мы можем эту бодхичитту увидеть, если мы сами ее не обладаем, если это такой скрытый феномен в человеке? Когда мы говорим о качествах, которые мы должны отыскать в духовном учителе, мы говорим о правильной мотивации бодхичитты. Как мы можем проверить, что учитель обладает бодхичиттой, если пока сами ее не развили? Когда мы говорим о качествах, когда мы говорим о качествах, мы говорим о правильной мотивации бодхичиттой. Но как мы можем проверить, если у нас есть бодхичитта, если мы не обладаем это, что мы не обладаем? Когда мы смотрим на квалификации, которые описываются в текстах, списке качеств, там упоминается «любящая доброта», то есть в этих списках не приводится как качество бодхичитты. И это качество «любящей доброты» упоминается в общем списке, который применим к любому виду духовных наставников. Так что это должно касаться в равной степени наставников Хинаяны и Махаяны. Когда же мы говорим о квалификации наставника Махаяны, мастера, который передает обеты бодхичитты, то такой человек, разумеется, бодхичиттой должен обладать. Как же нам убедиться в том, что человек обладает бодхичиттой, если мы пока сами ее не развили? Приводится такое сравнение. Мы можем не видеть, что глубоко в воде находится рыба, но обнаруживаем ее присутствие благодаря волнам на воде. В том, что касается любящей доброты, мы спрашиваем себя, интересуют ли учителя вообще ученики, интересует ли его их благополучие или он просто эксплуатирует их для того, чтобы получить известность, деньги или сексуальные услуги. И в том, что они работают? В отношении бодхичиттой, они работают, чтобы стать буддхиатами? Они продолжают идти на教ениях? Они продолжают делать медитационные претрики и так далее? Или они просто пытаются стать, знаете, самым известным учеником в большом импире? Они действительно работают, чтобы отдачить этого? С точки зрения бодхичитты мы проверяем, к чему стремится учитель, стремится, продолжает ли он стремиться к достижению состояния Будды? Продолжает ли он сам посещать учения, выполнять ретриты по медитации? То есть хочет ли этот человек по-настоящему принести пользу другим или просто старается стать самым великим учителем с огромной империей? На основе собственного взаимодействия и спрашивая других людей, вы производите эту оценку, применяете свое различающее осознавание? И помните, у любого вида духовной реализации, а мы говорим о духовных реализациях как о качествах, которые необходимы духовным наставникам, есть разные уровни. И мы это оцениваем с точки зрения того, как это повлияло на человека, как это его изменило. У меня вот такой вопрос. Сейчас вы предварительно сказали, что вы говорите о здоровых отношениях учителя и ученика. А у меня, знаете, какой вопрос. Вот если я в течение более чем 15 лет воспринимала человека в качестве одного из своих учителей, и если я сейчас вижу какие-то очень странные наступки с его стороны, в мужском понимании, я не могу сказать там правильно, но как с мужской точки зрения, крайне недопустимые. Вот как мне относиться? Относиться к нему как к просветителю, к книге, которого я читаю и слушаю аудиолекции, да, или могу присутствовать на его лекции, или же вот все-таки относиться к нему как к учителю, ну, который допускает вот такие вещи, с моей точки зрения, и не слишком недопустимые, скажем так. Вы говорили о том, что мы обсуждаем здоровые виды отношений с духовным учителем, но как поступить, если человек, которого на протяжении 15 лет я считала своим духовным учителем, совершает поступки с одним из учителей, совершает поступки с мирской точки зрения весьма странные. Я не бодхисаттва, я не могу судить о его поступках с абсолютной точки зрения, но с мирской точки зрения они кажутся странными. Правильно ли будет относиться к такому... Недопустимые. Недопустимые. Правильно ли будет относиться к такому человеку как к источнику информации, чьи лекции, учения я могу слушать или посещать, или мне нужно считать, продолжать считать его одним из своих учителей, при этом считая какие-то его поступки недопустимыми? Вы говорите в начале, что в этом семинаре мы говорим mainly о здоровых отношениях с духовным учителем. Но что делать, если человек, которым я считаю одной из моих учителей, за более 15 лет, становится постоянно действует в странные вещи, что я, myself, find unacceptable? Should I use such a person as a source of information, whose lectures I, for example, can listen, attend, or read, or should I continue considering that person to be one of my teachers, while considering some of his actions unacceptable? It says very clearly in many texts that if we've entered into a relation with a spiritual teacher, perhaps prematurely without really examining very well over a long period of time, and later we find that they have serious flaws, that we maintain respect for the benefits that we might have received from that teacher, but we keep a respectful distance. В множестве текстов совершенно ясно сказано, что если мы преждевременно вступили в отношения с каким-то учителем, не выполнив предварительно длительную проверку, а затем начали видеть в этом наставнике недостатки, то мы должны с уважением относиться к той пользе, которую извлекли благодаря отношениям с ним или с ней, но при этом сохранять уважительную дистанцию. В множестве текстов также ясно говорит, что, находясь уже в отношениях с духовным учителем, мы сохраняем свое различающее осознавание. И если учитель начинает вести себя странным образом, например, совершает какие-то безнравственные поступки, эти поступки могут быть эксцентричными, но давайте назовем их безнравственными. Если учитель совершает безнравственные поступки, то... если человек говорит о нести, вы можете не представить. Если они пригласили нас на ангеломой, то есть вы ответим. Или вы бы сказал, что, нескольник того, чтобы не делать. Если у них это необычный, то что они сказали? What is your reason? Or if they're asking us to do something which is beyond our ability, that's really impossible for us to do, then could you please explain why you asked me to do that? What is your thinking? Совершает такие странные или безнравственные поступки, мы сохраняем дистанцию. Если же учитель просит нас о совершении поступков, которые мы считаем недопустимыми или безнравственными, то, во-первых, мы можем сказать нет, отказавшись выполнять эту просьбу, а во-вторых, можем спросить, а почему вы об этом просите? Ведь это недопустимо. И, кроме того, то же самое мы можем сделать, если учитель просит нас о чем-то, что превышает пределы наших возможностей. Мы должны различать. Я вам расскажу о собственном опыте. Как-то раз его святейшество Далай-лама попросил меня и двух римпоче, с которыми я работал в качестве переводчика, перевести огромную энциклопедию, написанную контролем римпоче. Нужно понимать, что над этим текстом работает группа переводчиков Калу Римпоче, и над этим проектом они трудятся уже больше двадцати пяти лет, он все еще не закончен. Мы сказали большое спасибо, Ваше Святейшество, но на это уйдет остаток нашей жизни. Вы не могли бы объяснить, почему Вы хотите, чтобы мы всю оставшуюся жизнь занимались именно этим переводом? То есть мы не пришли в ужас, а очень вежливо спросили. Его Святейшество сказал, «А, ну я подумал, что было бы хорошо, если бы ее перевели, но, наверное, действительно слишком сложно», и освободил нас от этого задания. Но были и другие вещи, которые мне поручал его святейшество, которые мне казались невыполнимыми. Например, как-то раз он сказал, «Хочу, чтобы ты нашел и привез ко мне чернокожего суфийского мастера из Западной Африки». Некоторые из этих вещей, которые мне поручал его святейшество, я так и называл, «миссия невыполнима». Но у меня есть вера в его святейшество, а его святейшество способен видеть причинно-следственные связи, которые все соединяют. И, что самое изумительное, мне без каких-либо усилий удалось найти такого человека. Я встретил немецкого дипломата, который был дипломат в Африке. Поэтому я спросил его, и он сказал, «О, это просто происходит». Это мой друг, который был суфийский лидер Гунии, в Западной Африки. Я встретил вскоре после этого немецкого дипломата, который работал в Африке, и обратился к нему с вопросом. А он сказал, «О, чисто случайно, у меня есть друг, который является суфийским лидером в Гвинеи, в Западной Африке». Чисто случайно он приехал в Индию, чтобы полечиться методами Айурведы, и чисто случайно все это пришлось на тот период, когда я возвращался в Индию. Чисто случайно он оказался в Дели в то же время, что и я. Чисто случайно у него нашлось несколько свободных дней, и чисто случайно я смог его сопровождать в Храм Салу для встречи с Его Святейшеством. И хотя можно ощутить и говорить, что все это простое совпадение, Очевидно, Его Святейшеству были известны все кармические причины, которые могли привести к подобным событиям. Поэтому нужно различать такие вещи, как перевод огромной энциклопедии, на которую идет вся жизнь, и привоз суфийского мастера в Храм Салу. Давайте здесь прервемся на обед, после чего продолжим. Продолжение следует...